добрый день в этом видео я расскажу как собирается несложно головоломка под названием гир куб это механическая головоломка по типу кубика рубика но вращается она по-другому элементы здесь выполнены в виде шестеренок из-за чего также можно встретить название шестеренчатый куб если вращать только правую грань вместе с ней вращается и средний свой также при перемешивании некоторые элементы могут выходить из плоскости существует несколько моделей этой головоломки это современные версии от фанксин и чи и более старая от безымянного бренда вот этот кубик собирается проще здесь на один этап меньше также у шестеренчатого кубика есть шип моды в виде шара бочки и crazy версия они собираются по тому же принципу кроме последнего этот сложнее из-за неудобной формы и дополнительного этапа сборки вращение у него происходит более страшно по нему будет отдельное видео стоит отметить что есть внешне похожие кубики но собираются они по-другому это гир миксап и гир куб в 2 здесь мы рассмотрим только базовую модель сейчас я покажу как их отличить друг от друга у обычного гир куба вращение грани доступно только на 180 градусов только в этом случае можно делать следующий поворот в перпендикулярном направлении иначе кубик просто не будет вращаться давайте посмотрим делаем поворот на 90 градусов и центр отсюда перемещается на ребро пытаемся вращать но головоломка заклинило и движение не происходит можно повернуть только в том же направлении если мы возьмем гир миксап то здесь все по-другому также можно вращать на 180 градусов и продолжать движение но помимо этого доступно вращение на 90 градусов видим центр стал на ребро и мы можем дальше повернуть головоломку это особенность миксапов если у вас именно такой кубик то это видео вам не подойдет если мы рассмотрим классические версии гир куба а есть в 1 в 2 и в 3 базовая модель это в 1 здесь все стандартно и по всем осям вращение одинаковое то есть везде есть шестеренки и при вращении внешней грани вращается и центральный слой если мы возьмем гир куб в 2 то с одной стороны здесь выглядит все похоже и при вращении крайнего слой вращается и средний но если головоломку перехватить можем сделать следующее вращать просто крайний слой как у обычного 3 на 3 у версии 3 такие грани просто больше и получается что третья версия мало отличается от обычного кубика рубика так как механизм и шестеренками там практически не используется версия в 2 также будет собираться иначе сейчас они я речь вести больше не буду если же у вас какой-то из этих кубиков то все три мы сейчас соберем я подробно расскажу все этапы сборки рассмотрим строение головоломки у обычного кубика рубика есть три типа элементов центры с одним цветом ребра с двумя цветами и углы с тремя цветами у гир куба все тоже самое есть центр примеру белый с одним цветом ребро бело-зеленые с двумя цветами и углы бело-зелено-оранжевый с тремя цветами шесть центров 12 ребер и восемь углов если мы посмотрим на старый гир куб то здесь все тоже самое хотя строение ребра отличается она как бы состоит из трех частей элемент с цветами и вот эти внутренние детали вот это и вот это это все одно ребро на версии от фанксин ребро цветное эти детальки тоже цветные имеют два цвета обращаю внимание что все вот эти три детальки составляют одно ребро которое равносильно вот этому белосинему элементу этапы сборки сначала мы собираем углы потом расставляем центры по местам после чего переставляем ребра и при необходимости правильно их ориентируем на старом кубике последнего этапа не будет в перемешанном состоянии кубики выглядят интересно но если присмотреться то из плоскости выходит только ребра углы и центры в одной плоскости если мы сделаем неполный поворот одной из граней то голомка будет выглядеть еще страшнее но это легко возвращается обратно наиболее популярна сейчас модель от компании чи и именно на ней я буду показывать основной материал первым делом нужно собрать углы берем любой понравившийся уголок белый зеленый оранжевый у него есть два цвета белый зеленый мы рядом с ним должны с этой стороны поставить тоже белый зеленый чтобы белая грани была тут а зеленая тут ищем белый зеленый уголок этот угол не белый зеленый посмотрим на другой грани 4 угла здесь и 4 угла здесь вот нашелся другой надо каким-то интуитивным способом вот этот белый зеленый поставить рядом с другим белый зеленым вот с этим если мы располагаем белую грань снизу и нужный уголок у нас слева спереди то отсюда в одно движение можем перевести другой белый зеленый смотрим что получилось к сожалению белый оранжевый и белый красный цвета не совпадают а нам чтобы цвета одной грани совпадали значит делаем движение обратно и вращаем просто другую грань так чтобы поставить эти уголки рядом видим белый зеленый и белый зеленый совпадают два угла стоят рядом это было самое сложное в сборке углов как только мы расположили первые два угла рядом у нас возможны всего два варианта помимо того когда оставшиеся два уже стоят на своих местах вариант 1 если мы располагаем эти два слева то в одно движение у нас ставятся все остальные на свои места вот как сейчас и произошло либо если уголков здесь не оказалось то они могут быть только в одном месте только здесь два первых угла правильных и вот еще два очевидно мы разворачиваем верхнюю грань на 180 градусов и опускаем к первым двум четыре белых угла готовы проверяем цвета все совпадает но противоположной грани будут уже желтые стоять правильно может потребуется только доворот вот такой то есть здесь все желтые здесь все белые а вот эти цвета могут не совпадать ну просто вращая либо белую либо желтую грани мы добиваемся того чтобы цвета совпали на этом сборка углов закончена покажу еще один пример находим какой-нибудь бело-зеленый угол и рядом с ним нужно поставить еще один ищем его он оказывается на той же грани чтобы его переместить сюда мы делаем вот такое движение после чего легко ставим его вниз проверяем все ли получилось да зеленые уголки стоят рядом но здесь уже не оставшиеся два стоят по местам проверяем желтые здесь все на месте остается довернуть чтобы вот эти цвета тоже совпадали делаем то же самое на версии от фанксин вот белый зеленый уголок рядом с ним поставим еще один вместо бело-зеленого можно использовать какой-то другой смысл тот же ищем ну похоже ситуация бело-зеленый напротив значит мы отправляем его сначала на противоположную грань вот он потом в одно движение ставим рядом здесь опять же два оставшихся стали на место желтые доворачиваем чтобы боковые цвета тоже совпадали и также на старом кубике здесь белого цвета нет вместо него фиолетовый поэтому возьмем фиолетово-зеленый уголок ищем еще один такой же не он нет нет ищем здесь вот он проверяем сможем ли мы поставить рядом поворачиваем до стали хорошо два уголка стоят правильно полагаем их слева и в одно движение ставим еще два проверяем красный красный синий синий все хорошо фиолетовые собрались желтые собрались но остается довернуть тут оранжевый тут красный доворачиваем красный красный все совпало на следующем интуитивном этапе мы собираем центры и расставляем их по своим местам обращаем внимание что вот на оранжевой грани располагается оранжевый центр центр имеет один цвет на зеленой грани определяем по уголкам у нас расположена синий центр то есть не так как нужно на красной грани цвета совпадают ну видимо в этом направлении будут не совпадать белый желтый синий зеленый желтый белый для того чтобы все расставить на свои места мы располагаем собранные цвета по бокам и просто вращаем правую грань до тех пор пока цвета не совпадут желтый желтый синий синий белый белый зеленый зеленый еще пример находим центр который стоит на месте вот он располагаем его сбоку напротив него будет другой тоже который на месте и вращаем правую грань до тех пор пока остальные центры не станут на своей грани если изначально вы не заметили что какие-то центры стоит на своих местах то возможно вам придется покрутить подольше к примеру вы видите что здесь красный цвет на оранжевой грани но не обратили внимание что белый с белым совпадает можно повращать вот так пока оранжевый не станет на оранжевую грань но потом заметить что вот эти не совпадают тогда правильные грани по бокам еще делаем пару движений и тогда все соберется то же самое на версии от фанксин синий на синей грани зеленый на зеленый ставим по бокам не вращаем правую грань пока не соберется красный красный остальные на местах и на старом кубике 5 зеленый совпадает значит синий тоже будет совпадать ставим их по бокам и вращаем пару движений желтый желтым красный с красным фиолетовый с фиолетовым ну оранжевый с оранжевым на следующем этапе нам уже потребуются нехитрые алгоритмы сначала мы будем расставлять ребра по местам а потом уже их ориентировать мы имеем возможность поменять вот эти два ребра местами но в то же время два нижних тоже поменяются а боковые ребра поменяется по диагонали то есть вот так и вот так меняется два вот этих два вот этих а боковые по диагонали ребра которые находятся вот здесь не перемещаются а значит нам нужно сначала посмотреть какие ребра находятся на своих местах они могут быть неправильно ориентированы и это пока не важно зелено-желтое ребро находится между зелено-желтыми углами то есть она стоит на своем месте дальше сине-желтое между сине-желтыми хорошо на этой же оси должны быть и остальные правильные то есть бело-зеленое на месте и бело-сине на месте ребра которые стоят на своих местах должны находиться на среднем слое между передней и задней гранями а именно слева и справа сверху и слева и справа снизу средний слой между передней и задней гранями далее мы можем легко перехватывать вот так вот геркуб пока не найдем удобное положение но какое положение нам удобно нам нужно чтобы когда вот эти два ребра поменяются местами они встали правильно то есть на свои места сине-красное если встанет сюда то она будет на зелено-оранжевом месте это нам не подходит и очевидно что если сине-оранжевое станет на зелено-красное место тоже будет нехорошо перехватываем смотрим красно-желтое на бело-оранжевое место не подойдет желто-оранжевое на бело-красное тоже все плохо но дальше можно уже не проверять хорошего не будет достаточно двух смежных пар в этом случае нам ничего не остается как сделать алгоритм из этого положения просто его придется повторить дважды напомню что правильные ребра ребра которые стоят на своих местах мы располагаем на среднем слое слева справа и то же самое снизу слева и справа после чего делаем следующие движения дважды вращаем правую грань на 180 градусов 1 2 на языке вращения для кубика рубика это движение называлось бы r4 после этого вращаем верхнюю грань на 180 градусов или у 2 на языке вращений далее повторяем два раза правую грань на 180 и один раз верхняя смотрим что получилось на среднем слое ребра как стояли на местах так и остались вот эти два местами поменялись и вот это с этим поменялась по диагонали также как это с этим повторяем процедуру поиска зелено-оранжевое ребро если поставить сюда оно будет на сине-оранжевом месте не подойдет перехватываем желто-оранжевое если поставить сюда будет стоять хорошо а значит именно из такого положения нужно сделать алгоритм еще раз мы видим что желто-красное также перейдя сюда станет на место но если присмотреться что не обязательно вот это зелено-оранжевое перейдет по диагонали вот сюда на зелено-оранжевое место но также и остальные ребра делаем тот же алгоритм раз-два и верхнюю грань повторяем раз-два и верхнюю грань проверяем что получилось желто-красное на месте желто-оранжевое на месте белое-оранжевое белокрасное ну и по бокам тоже хоть и неправильно ориентированы но стоят на своих местах может случиться такое что изначально ни одно ребро не будет стоять на своем месте тогда нам придется алгоритм сделать так чтобы какие-то ребра как-то поменялись и кто-то на свое место встал проверяем желто-оранжевое неправильно стоит зелено-желтое неправильно красно-синее неправильно но если так посмотреть то никто на месте не стоит найдем пару ребер которые поменявшись местами встанут на нужные позиции вот сине-желтое ребро если встанет сюда будет не очень а если встанет сюда будет хорошо а значит мы можем вот эти два ребра поменять местами и что-то соберется располагаем кубик так чтобы ребра которые меняются были спереди и сзади делаем тот же алгоритм два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю проверяем что получилось сине-желтое хоть и развернуто но на своем месте белосиние тоже остальные это нет 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 и нет также видим что вот эти вот можно как-то местами менять и они будут становиться на свои места ну для того чтобы делать алгоритм дальше мы должны правильные ребра расположить на среднем слое между передней и задней гранями то есть вот элемент вот элемент они стоят правильно то есть вот этот средний слой у нас собран если пока не смотреть на ориентацию из такого положения проверяем чтобы вот эти ребра поменявшись встали на свои места желто-красное встанет сюда на желто-красное место будет хорошо делаем алгоритм два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю проверяем вроде бы все ребра на своих местах этап перестановки ребер завершён делаем то же самое на следующем кубике ищем сначала элемент которые стоят правильно я таких не вижу а значит ищем элементы которые можно поменять местами и они встанут хорошо бело-зеленый можно поставить вот сюда и бело-синий встанет вот сюда с этого давайте начнем два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю проверяем тут на месте ну и вот эти тоже должны располагаем сразу правильные элементы на средний слой между передней задней гранями и смотрим что получилось бело-оранжевый если поставить сюда будет не то перехватываем зелено-оранжевый если поставить сюда будет тоже не то но дальше сколько мы не перехватим ничего не поменяется алгоритм придется делать еще дважды при желании можно выполнение этого алгоритма просчитывать более детально и всегда сводить хотя бы к двум выполнениям в данном же случае мы располагаем правильные элементы на среднем слове делаем тот же алгоритм два раза правую грань один раз на 180 верхнюю два раза правую один раз верхнюю проверяем что получилось средний слой как стоял так и стоит здесь красно-желтый сюда если поставить будет не то перехватываем вот так зелено-красный если поставить сюда будет нормально зелено-оранжевый здесь тоже будет хорошо смотреться делаем алгоритм еще раз меняя вот эти два элемента но и остальные переставиться по своим местам два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю проверяем несмотря на ориентацию все элементы по своим местам ну и старый кубик делаем все тоже самое элементы на своих местах не стоят но я замечаю что вот это зелено-желтые вот с этим сине-желтым можно поменять с этого и начнем два раза правая грань один раз верхняя два раза правая один раз верхняя сине-желтый на месте зелено-желтый на месте располагаем на средний слой фиолетово-оранжевый если поставить сюда будет нехорошо перехватываем синий-оранжевый если поставить сюда тоже будет плохо не повезло также придется еще два раза делать алгоритм средний слой из правильных элементов делаем еще раз правый дважды верхний правый дважды верхний проверяем желто-красный встанет сюда нехорошо перехватываем синий-красный встанет сюда хорошо ну и синий-оранжевый тоже будет на месте повторяем процедуру два раза правый один раз верхний два раза правый один раз верхний проверяем да плоскость не везде соблюдена но элементы стоят на своих местах переходим к ориентации ребер и делать это будем в два этапа сначала опять интуитивный и он призван поставить элементы все в плоскость кубика то есть вот это ребро нужно немножко повернуть так чтобы форма головоломки была красивой можно делать это не задумываясь просто вращаем правую грань примерно четыре или восемь раз пока элемент не встанет на свое место перехватываем здесь делаем то же самое плоскость соблюдается но элемент развернут на своем месте это нормально так бывает два-три раза так делаем и у нас получается форма кубика можно заметить что иногда для разворота подобного ребра в нужное положение требуется четыре а иногда восемь поворотов на 180 градусов в этом случае если мы будем вращать от себя два три четыре то после четырех поворотов будет все равно стоять криво делаем еще четыре тогда становится уже в плоскости но можно заранее понять в какую сторону вращать головоломку чтобы сделать меньшее количество вращений можно конечно на это внимание не обращать и делать движение пока не станет правильно но при желании просчитать несложно посмотрим вот на такую ситуацию элемент как-то повернут если мы вращаем от себя то он поворачивается против часовой стрелки если вращать против часовой то ему нужно делать долгий путь если вращаем на себя то происходит движение по часовой стрелке и он быстрее становится горизонтальным можем посмотреть что если элементы быстрее повернуть по часовой стрелке то есть на себя то нужно делать вращение на себя и наоборот если нужно делать в обратную сторону в данном случае вращаем четыре раза на себя и и все получится четыре движения на 180 градусов на версии от фанксин данный принцип работает иначе кажется что нужно повернуть по часовой стрелке то есть вращать на себя в этом случае нам придется делать и 8 движений поэтому будем делать движение от себя 1 2 3 4 и элемент становится в плоскость я напомню что фанксин ребро состоит из трех кусочков два вот этих и один такой центральный двухцветный и вот этот элемент всегда будет становиться в правильной ориентации а вот эти два могут не совпадать по цвету такое положение равносильно вот этому просто развернутому ребру особенности механизмов которые обозначают одну и ту же ситуацию развернем остальные элементы в плоскость здесь кажется что нужно вращать от себя но также вращаем на себя здесь стало все хорошо и маленькие тоже стали красиво ну и по третьей оси опять такая же ситуация вращаем на себя все собралось за исключением маленьких элементов на старом кубике такой же принцип как на фанксин то есть кажется что нужно повернуть от себя чтобы быстрее развернулось на самом деле быстрее сделать движение на себя раз-два-три-четыре развернулось дальше здесь опять кажется что быстрее на себя делаем в обратную сторону раз-два-три-четыре ну и по третьей оси тоже самое раз-два-три-четыре поскольку механизм старого кубика и кубика от фанксина практически одинаков то стоило ожидать бы развернутых ребер но здесь вот эти дополнительные детальки все черные и то что они как-то поменялись местами мы просто не видим а значит на этом этапе головоломка всегда будет собрана и дополнительно разворачивать ребра не придется то есть старый кубик проще ну и осталось решить разворот восьми ребер он может быть а может и не быть на старом кубике его не будет никогда а на фанксин и чаи либо есть либо нет если есть то это всего лишь одна ситуация которая решается одним простым алгоритмом рассмотрим сначала на чаи всегда будут четыре ребра которые правильно ориентированы вот они по одному слою остальные восемь будут ориентированы неправильно как и на предыдущем этапе правильные ребра нужно расположить на среднем слое между передней и задней гранями ориентация кубика по другим граням не важна главное чтобы собраны были посередине далее из такого положения делаем следующее движение вращаем правую вращаем верхнюю вращаем правую вращаем верхнюю еще раз правую еще раз верхнюю алгоритм из кубоидов r2 u2 трижды и все стало на свои места если прокрутить его на собранном кубике справа сверху справа сверху справа сверху то получаем исходную ситуацию четыре ребра ориентированы правильно а 8 неправильно если захочется моделировать какую-то другую то у нас это не получится ну цвета могут меняться но принцип будет тот же к примеру я поставлю на средний слой неправильно ориентированные ребра и сделаю алгоритм еще раз справа сверху справа сверху справа сверху в итоге эти ребра как были так и остались остальные развернулись и у нас появились четыре правильных ребра как мы не будем применять этот алгоритм всегда будет одно и то же чтобы решить располагаем правильный на среднем слое слева справа слева справа делаем R2O2 трижды справа сверху справа сверху справа сверху сверху гиркуб собран то же самое на модели от Фанксин здесь мы видим бело-красное ребро правильное по вот этим маленьким элементам определяем вот эти ребра неправильные то есть зелено-красное развернуто синий-красное развернуто и так далее находим правильные располагаем на среднем слое слева справа ну и здесь еще два бело-оранжевое и желто-оранжевое делаем тот же алгоритм справа сверху справа сверху справа сверху гиркуб собран других ситуаций на базовых моделях быть не может но на всякий случай покажу три примера сборки по одной на каждом кубике начнем со старого здесь вместо белого цвета фиолетовый вот фиолетово-синий уголок и тут фиолетово-синий используем их вместо фиолетово-зеленых они уже два стоят рядом значит если их расположить слева снизу то справа могут быть уже нужны их тут нет подворачиваем и опускаем к первым двум четыре уголка с фиолетовым цветом по цветам совпадают желтый кстати тоже даже доворачивать не пришлось проверяем центры тут стоит красный на красной грани ставим слева значит здесь будет оранжевая грань и вращаем пока эти центры не станут по местам все получилось дальше ищем ребра которые стоят на своих местах таких не видно значит обращаем внимание на те которые легко поменять местами вот зелено-оранжевая и вот сине-оранжевая их вот так вот можно поменять из этого положения делаем алгоритм переставляющие ребра два раза правую один раз верхнюю и повторяем два раза правую один раз верхнюю смотрим что получилось зелено-оранжевый на месте сине-оранжевый на месте располагаем на средний слой смотрим здесь это желто-красный синий-красный нехорошо сине-фиолетовый сине-желтый вот эти хорошо места им поменяются вращаем два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю все по своим местам осталось правильно ориентировать ребра хочется на себя значит вращаем в другую сторону четыре раза здесь опять хочется на себя вращаем от себя и с этой стороны то же самое гиркуб собран на старых кубиках иногда бывает такое что один элемент стоит криво а все остальные хорошо эта ситуация исправляется только механический то есть нужно физически повернуть этот элемент но будьте аккуратны когда головонка разрабатывается такой проблемы уже нет ну и на современных моделях она практически отсутствует по крайней мере у меня не встречалось следующий кубик будет фанксин здесь уже белый цвет есть возьмем белый зеленый уголок поищем еще один такой же вот он они друг над другом находятся повернем немножко и поставим их рядом получилось здесь еще два белых все цвета совпали желтые доворачиваем хорошо тут белый желтый тут оранжевый красный вот зеленый центр с зелеными углами совпадает ставим слева синий будет справа и вращаем до совпадения желтый с желтым хорошо остальные можно даже не проверять ищем ребра которые стоят на местах ну сегодня с ними что-то не везет ищем ребра которые легко переставить зеленый оранжевый поставим сюда синий оранжевый сюда делаем алгоритм из такого положения два вот эти меняем местами два раза правую один раз верхнюю два раза правую один раз верхнюю тут стало хорошо ставим на средний слой желто-красный бело-красный неудачно желто-синий бело-синий легко поменяются местами делаем еще раз смотрим что вышло ну вроде все элементы на своих местах даже какие-то хорошо ориентировались здесь нужно развернуть хочется от себя сделаем на себя четыре движения так в итоге уже все элементы в плоскости кубика осталось разворачивать их на 180 градусов вот это вот правильное ребро вот это правильное вот это правильное вот эти четыре располагаем на средний слой и делаем R2O2 трижды право вверх справа сверху справа сверху гиркуб собран ну и наиболее удачная модель это отчи находим какой-нибудь бело-зеленый вот он к нему нужно еще один кстати обратим внимание что кубик не довернут до конца центр находится на ребре если вот так вот довернем то уже элементы встанут рядом располагаем слева а здесь подворачиваем и ставим четыре угла на одну грань белые готовы желтые тоже даже вот так доворачивать не пришлось а еще и центры стоят на своих местах просто повезло далее переставляем смотрим есть ли какие-то на своих местах ну по обычаю их нет какие легко переставить вот этот зелено-желтый можно поставить сюда а синий-желтый сюда вот эти два поменять делаем алгоритм справа дважды вверх справа дважды вверх вверх эти по местам ставим на средний слой смотрим что вышло здесь если поменять будет плохо перехватываем синий-красный синий-оранжевый поменяются хорошо повторяем два раза справа один раз сверху два раза справа один раз сверху все элементы по своим местам располагаем теперь ребра в плоскости кубика здесь стоит хорошо будем вращать эту в отличие от предыдущих двух моделей здесь вращение происходит в другую сторону если нам кажется что сюда ближе то в эту сторону четыре раза и вращаем раз два три четыре если не хочется запоминать этот принцип то можно вращать в любую сторону когда-никогда соберется ну встала в плоскость но развернуто с этой стороны быстрее от себя от себя и вращаем четыре раза ну или пока не встанет в плоскость кубик в форме кубика а значит осталось развернуть восемь ребер на 180 градусов правильные ребра располагаем на среднем слое тут 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 и тут делаем R2O2 трижды гиркуб собран я максимально подробно рассказал все возможные комбинации на базовых моделях шестеренчатых кубов если вы обнаружили у себя что-то другое то либо у вас проблема механическая либо у вас просто другой кубик гиркуб V2 либо гирмиксап либо вообще крэйзи гиркуб они собираются по-другому хотя общий принцип будут наверное такими же шестеренчатые кубы это отдельно семейство головоломок которые собираются по похожим принципам есть еще большая серия кубов от Lan Lan созданных на базовой модели но там есть различные усложнения тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока всем пока